Новый председатель Комитета по лесному хозяйству дал свою первую пресс-конференцию. Александр Жуков рассказал о проблемах, которые остались ему в наследство от предыдущего руководства, и о возможных способах их решения. Новый председатель намерен жестко выстроить работу с арендаторами и со своими подчиненными лесничими. Штат лесных инспекторов Александр Жуков планирует увеличить с 96 человек до 150. Выполнение плановых показателей – одна из главных задач, которую поставил губернатор перед новым руководителем ведомства. Комитет действительно недорабатывает. Работы по лесовосстановлению проводятся лишь на 80%. Куда хуже показатель по уборке захламленности. Есть плановый показатель по этому мероприятию, он вообще составляет 15%. Грубо говоря, в лесу, как бы мне это не хотелось называть, всего лишь на 15% обеспечивается уборка территории. Оставляют после себя беспорядки чаще всего именно арендаторы. Есть к ним и другие претензии. Например, не всегда своевременное обеспечение дровами населения. Кроме того, жителям идет, как правило, некачественная древесина, как второстепенному потребителю. На такие случаи у комитета есть свои рычаги и воздействия, которые рекламентированы договором аренды. Прописаны меры ответственности за неисполнение обязательств по договору аренды. В договоре аренда, кстати, фигурирует обязанность арендатора обеспечивать население древесиной. За неисполнение обязательств вплоть до расторжения договора. Крупных инвесторов на территории региона три. Все они заняты на создании производственной базы по глубокой переработке древесины. И все, как один, отстают от графика заявленных работ. Когда более чем на год идет отставание от графика реализации инвестпроекта, инвестпроект прекращается на основании предписания комитета. То есть там определенная процедура присутствует. Первоначально комитет уведомляет и устанавливает сроки для устранения нарушений. Ну, как бы сказать, претензия такая для добровольного исполнения устранения нарушений. После чего арендатор уведомляется о прекращении инвестпроекта. Ни один инвестпроект Александр Жуков пока прекращать не намерен. Все назревшие вопросы будут решены в процессе работы. Пока меньше всего претензий к инвестору Решма Лес. Руководитель этого проекта Иван Томаш, который совсем недавно возглавил совхоз тепличный.